Музейные лабиринты В нашей студии сегодня присутствуют организаторы этого проекта, я с удовольствием вам их представляю, заместитель начальника управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь Светлана Николаевна Гаврилова, здравствуйте. Здравствуйте. Директор Государственного литературного музея Янки Купала Елена Романовна Лешкович, здравствуйте. Добрый день. И менеджер проекта Музейные лабиринты Олег Чумаков, здравствуйте. Кроме того, у нас в студии присутствуют еще победители этого самого конкурса, семья Кирножицких, Ольга, Николай и Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что мы начнем немножко с пояснения о том, почему возникла идея создать такой проект, для чего, собственно говоря, это все создавалось и каковы результаты. Дякую великое. Я нагадаю, что проект Музейные лабиринты, в этом году он имеет такую назву, проходит уже в другой раз. В прошлом году мы организовали такое мероприемство для 5 музеев, и оно называлось «5 музеев за 5 дней». А идея этого возникла в Москве на международном фестивале «Интермузей». И проект «8 музеев за 8 дней» он отримал перемогу у конкурсов фестивальных проектов. Мы увидели, что это очень удобное мероприемство, что семейный наведывательник, бегая по музеях по всей Москве, и отримовывая не только асолоду от того, что ее наведываю в этой музее, але и отримовывая информацию, отримовывая призы, которые так само вельми каштовные. И в минулом году мы договорились, что, по кольке это был год юбилейный 120 года Максима Богдановича, а наступный год, 130 года дня народжения Якуба Колоса и Янки Купалы, мы взяли 5 музеев литературных, и вот такой проект отбывся на базе 5 литературных музеев. Было больше за 100 команд, и проект, я лечу, что удался, кали было заключное мероприемство, дык-найвот, зала, якая была на 300 месяцев, и она была вся запомнена, и там так само переможцы отримал вельми каштовный приз, гэта путевка до Деда Мороза. Ну а уже потом я хотела бы выказать удячность агентству ГТ Беларуси, якое нас нашло, пришли до нас в Министерство культуры и пропоновали свою допомогу. И в этом году уже больше за 300 команд приняли уддел, дякуючи тому, что была вельми чудовно организована программа и с боку менеджера проекта, и рекламная, информационная, совсем на иншем узровне была подрыхтована гэта гульня, и вот такие пригожые пашпарты. У минулым годзе яны были, так, по-русски кажучи, скромнее. И приз, то, який отримая сегодня, гэта пригожая семья, так само дякуючу тому, что был знайденный спонсор. Ну и информационное забеспечение, то, что мы сегодня так само на Тубае, гэта так само праца, якую демонструю. Дякую нашему партнеру, Тубай же является партнером. Это ценный партнер. Тому я лечу, что гэта идея, якая дала старт у Москве, падовжилася у Минску, я веду, что и на Украине так само гэта проект отримавжить все, и нам пути рухаться далей. Скажите, пожалуйста, а с какой целью, в общем-то, организовывался этот проект? Для чего? Что вы хотели объяснить, рассказать, может быть? Первое за все мы бы хотели, чтобы в наши музеи приходили не только организованные группы, но и чтобы в музеях были некие новые программы с семейным наведывальником. И у нас был такой опыт, вот в Литературном музее Янки Купалы, первым сделала, типа за минулым годом, билет для семейного наведывальника. Али гэта один узровень. А калі уся семья гуляе, и таки азарт, и яны еще и отримавают некие веды, мы лечили, что гэта так само будзе одна з метов, притягнуть семейного наведывальника, познайомить с нашими музеями. Калі у минулым годзе 5 музеев за 5 день, а у гэтым годзе 10 музеев за 10 день, вось лечите, як яны усе по суботах ровненько по музеях были притягнуты до экспозиции, до экспонатов, шукали отказы на те питания, які были непростые, скажем так, но я не самая расскажусь. Ну, може я не кальки слов еще в дополнение. Саправдую, наш музей уже два годы з'являється куратором гэтага проекта. И минулым годзе мы ставили перед собой метод перш за усе звернуть увагу наведывальника, на литературные музеи, тому что мы усе ведаем, что литературные музеи у паравнанні з мастацкими музеями, з гисторичными музеями, ям більш складана працаваць с аудиторией, тому что, ну, и сам матеріал, частей за усе гэта, канешна, книги, рукописы, некі прадметы, усе, што звязано з нашими письменниками. И, вось, скажем, нам складанні, але гэта не значы, што литературные музеи менш цікавая. И, вось, гэты проект, мінавіта гэты два проекты двухапошніх годов, яны показали, што литературные музеи не праигрываюць таможнаціональному мастацкому музею, таможнаціональному гисторичному музею ці музею сучаснага выявленчага мастацтва. Канешна, усе мы ведаем, што школьники, яны складаюць основную долю ў наведыванні ўсіх музеев, але вось наша задача была звернуць увагу сямейнага наведывальника перш за усе гэта ў минулым годзе, таможто, ну, больша з нас, то есть наши деці ў большасті прыходзіць ў музей з наставнікам, а гэта зусім іншае ўспрыняцця, калі деця прышло са своімі бацьками, я думаю, вось сёня нашы пераможцены гэта пацвердзіць. А другая яшчэ мыта, якую мы ў гэтым годзе ўже ставілі перад сабой, звернуць яшчэ раз увагу на музей молодзі. Тому што мы, напрыклад, ў Дзержанным літературным музеем Янкі Купалы над гэтай праблемай працуем ўжо 4 гады. І скажу, што вось за гэтай 4 гады працэнт наведыванні молодзі нашага музія, павялічывся амалю 3 разы. Тому што експазіція, да, яна цікавая, але експазіцію можна паглядзіць 1-2 разы на год. А калі ў музея адбываюцца некія цікавая праекты, тады наведвальнік пойдзіць ў музей. І вось гэты праект «Музейные лабиринты» і он якраз і пацвердзіў тое, што і сямейная наведвальнікі ішлі, і шлі і каманды, Сябры. Сябры, да. Перш за всього, гэта, канешна, молодзі. Я лечу, што мы свої мэты добіліся, тому, што молодзі пашла в музей. Наскільки я знаю, в каждому путіводітелю біла перечні вопросів, на які потрібно було відвістись в тому или іному музію. Кто составлял ці вопросы? Музейні супрацівники. Кожний музей. Вопросы були сложні. Я уже, наверное, перейду тогда к вам. Расскажіть, пажа, які вопросы были в этом самому путіводітеле, і сложно ли було знайти відповіді на них? Покольки в нас історична едукація, то нам, напевно, було не вельми тяжко і складанно. Ну, Максима, Костю, може, більше складанно було, ніж нам, але нам не вельми. Ну, так як це робілася нам і діля дітяти, тому, що для нас це не було складанно, скажімо так. Ну, а йому було цікаво, напевно, простіся, отказати на все питання. На Баткалині не в'еду, ми так трохи показали, де це можна знайти, ну, і йому знаходимо. Получається, що на все питання отвечав робіт, да? Тобто родители просто ходили по музею, як сопровождаючі, да? А робіт був капітаном команди семійної, да? Ну, фактично так. Некро було бути капітаном яму, тому що повинен бути дорослого чоловіка, нет? І він керував на микроху так. Костя, скажі, будь ласка, були якісь питання, на які було дуже складно? Ну, да, да. І що це було за питання? Ну, на досіхі потрібно було було знайти, що там було написано. Музей великої чинної ванію. Для нас так само складано питання, ми доводі шукали відказ, тому що своїх віду не хотіло. Ми не відували, що написано на то, що партизанський матірський був віж, ми доводі час шукали, ну, знайшли. А ви використовувалися якими-то там подручними средствами, наприклад, смартфоном, в інтернете, гуглим? Нет? По правилами це запрещалось? Нужно було... Ми не ведаємо, не запрещалось. Не запрещалось? Не запрещалось. Не запрещалось? Не запрещалось. Не запрещалось. Але, коли були тяжкість питання, можна було так само складати персоналу, і він завсюди до нас дуже приєзно ставився. Справданники музея усюди до нас вірми ветливо относились, завсюди дали нам поспеку, було вірми приємно, саме справданники. І в ніяких музеях я була у першиню. Хто мені і сором на це сказати, це не музей Янки Купалы. Ні. Але вось у Петруся Брохіна, вось була у першиню. І вось Костя кажуть, що це музей, яким їм більше сподобалося. Ну, вось ця музею. Напомню, на остатніх так само було, їх за все доводять, класом. Так само цудовно, що вони ходять вось класом, але, конечне, з батьками це було напомню, зовсім іншим іншим опыти. Ну що ж, я думаю, що, може біць, у наших колег є якісь якісь вапроси? Можна я додам одну ремарочку? На кон телефонних званку смартфонов. По субботах я так само наведвала тайну музей і глядела, як ідея гэтай проєкт. Наведвальники не ведали, хто я, чому я там гляжу, одна, без сім'ї. І у музеї субчасного виявленчого маста, з калядної вітрини, сім'я телефонувала, куди я на тільки не телефонувала. Ну як, ти не ведеш, ну подумай. Тому я сама надзірала, я такі… Звонокся обробку. Возьміта, якщо так само це наше проєкт, це буде цікаво, тому що, коли наведвальники не ведали отказу на питання, але все равно я його знаходять. Ну що, зазріли? Вопроси є у вас? У мене є питання досподарні Алены. Скажіть, будь ласка, може буць, вам запомнилась ніяка сім'я, або ніякі наведники, які… ну не веду, ніякі цікаво випадок, так, які найбільш ніяк ярко, яскраво адрагававна ніякую частку експозицію в вашому музеї. Відайці, восьмага снежня у нас був дзінь актывності. Вось ці дні актывності, я не був у кожному музеї, але у нас він був апошнім. І махчыма тому було вільмі шмат наведвальніків, було вільмі шмат команд, які яшчы не прайшлі усі музеї, але спяшаліся. І були майстаркласы, було ардзея, гуки на палатні співалі, артысты, дзіці малявалі. І мені спадабалася адна сім'я, дзяўчынка, я, на жаль, не спыталася їх прозвіща, дзяўчынка гаду ў пяць. Яна була настолькі актывнае, калі малююць, значыць, яна ў перших радах, ў перші шарэнзі, яна малююць. А пасля був майстарклас па страдавніх танцах, альта мента група співала, а танчалі ўсі жадаючы. І спецальны гості ў нас был мастак і музыкант Андрусь Такінданг, і он маляваў партрэты. Так пасля гэта дзяўчынка, ёй не хапіла пары. Усіх разабрали, а ёй не хапіла пары. І яна бедная, не знала, што ёй робіць і куды їй децца. Тады я кажу, ну, Андрусь, да памажыцца. І яна была такая счаслівая, і яна сама падбегла, схватіла гэта Андруся і пачалаз ём танцаваць. А наугул, саправдывайся, Светлана Миколаевна сказала, што она назірала. Я так сама часу ад часу назірала. І було вельмі цікава назіраць тому, што... Видэце, асабліва, калі сям'я. Мне здаецца, што гэта наведування музею, яно яшчы больш сям'ю сцеменціровала. Тому, што і бацькі хателі, каб дзеці самі знаходзілі пытанню. Той жас ём хателась нешта падказаць свайму дзецеці. Ну, вельмі прайемна було назіраць. І я ж кажу, для нас асабліва прайемна, што гэта булі семі, і што гэта була молодць. У вас у саміх не вязнікало жалання падайці к какой-нібудь сім'ї і падсказаць? Например, стояли возле експозицій і мучыліся людзі, просто пыталіся найці атвєт на вапроз. Ви знаєте, було такое жадання, але не завсюду гэта мэрабілі. Часа часу так крыху накіровувалі людзі. Ось сюда пасматріць. Да, да, да. Мэра, наведець, я дарець шо музеянкі купалы, паудзельнішо ў праекція так... Тож ананімна прішлі? Не, не ананімна. Я прайшоў па лабірынтам ў гэта музею с адной з каманд. Але я не падказав, просто назіраў, як ў іх гэта отбываецца. Ну, яны, канешні, кідалі на мене час ад час такі пазіркі. Ну, што шо там... Дзелі шагом ў вас тут взяли до сябе в команду. Але я муж натрымався і ни разу не падказав. Яны ўсё справився з усім самі. Індивідуальні посетители могли принімати участие вот в этом проекте? Тож не обязательно сім'я. Вот пришёл челавец і говорить, я хочу поучаствовать. Была ў нього така возможность? Ну, мы... Друга задача. Да, это всё ж такі командная гульня. Камандная. Паэтаму мы ў правілах правядзіння гульни мы писалі, што гэта павінна быць команда. Ті сімейная команда, ті команда там сяброў, однадумцаў поплечни. Калічіство челаўк ограничівалось в команде? Ні, я ну, не абмяжовалася. Але мы ўсім казалі, што галуны пріз, які, вось, не боўш чатырох челаўек. Паэтаму. Минималі, канешны, булі команды і па два челаўкі, які ўдзелі. Былі па чатыры? На самы справі склад команды, ён, як би, ад самы команды залежуў. То есть, людзі, які мели жаданню дзенжчцю в праекці, яны складалі свою команду, якоў магло быць, колькі па жадана людзі, але не боўш за чатыры. Бо гэта, як би, мяжа. Ну, і тады ўжо яны варошали, колькі, ти жа, ся, броўим, знасть, ті, ося, дарэча сем'я, ў їх жа, ну, три челаўка ўдзеліка. Не максимум. Я ёшо хотела поінтересоваться у вас. Каўй музей вам запомнился більше всего? Я так понимаю, что музей Великой Отечественной войны вы долго искали ответ на вопрос, да? А был ли какой-то музей, который больше всего понравился, или наоборот, ну, хотелось бы что-то исправить, там, какие-то такие вот моменты? Не зникло такого жаданье, што? Не, я не тому, што тут присутниче, алина Романовна, али на самой справе, што сподавалось ў музей Янки Купалы, што там бачна, што керавництва хоча нешто зробіць, такое новое, модерновое. Вось, наприклад, ведьме сподавалось ў нашему децёнку, калі там було мультимедыйное. Вось, в заканчэня гэта книга гостевая, гэм можно было вось так написать. Так, это не во всіх музеях. Йосик – это… У однім тільки. Так. Вось, ну, ведь вельми добрий вопыт, тому что для дятейх это вельми тікаво. А, да, ещё. Две команды ввели в интернете дневники своих похождений. Да, это наш партнёр Холидей Бай. И одна из команд, которая просто рассказывала о своих похождениях в Life Journal. Я связался с этой командой, в принципе, ну, и пообщался. Кстати, вот я вместе с ней потом проходил лабиринт музея Янки Купалы. Да, и… Да, у них иногда возникали такие ситуации, например, им часто казалось, что… Шестой вопрос мистический какой-то, он был самый сложный всегда, ну, в большинстве музеев. Не пришли к иводу, что это был какой-то даже музейный заговор. Но тем не менее, да, как видите, раз есть победители, значит, все-таки ответы находились. Никакого заговора не было. Есть ещё? Да. Светлана Николаевна, можно давать вопрос на наступный год, что плануется, может быть, 15 музеев за 15 дней, так? И если не плануете, то вы распространяете этот опыт на другие региональные музеи, например, на Грозенске, на Гродно, который лечится городом-музеем? Не только на Гродно, дякую за вопрос. Мы безумовно хотели б, чтобы этот проект вышел в замеже города Минска, и в Могилёве, и в Гомеле, и в Бресте, и в Гродно. Так само отбывались такие проекты, потому что 5 музеев. За 5 музеев это реально. Это первое. А мы безумовно этот проект протягнем. В наступном году кольких музеев будет? Ну, в Минске 13, может, 13 музеев, я не знаю. Будем обмерковывать. А вот иные проекты, которые мы хотели бы так само сделать такими, чтобы их удержали несколько музеев, это проект для инвалидов «Территория обезмежив». Мне кажется, что это будет интересный проект, и он потребный, и мы так само распространяем для их особой программы, чтобы они так само удержали в этих проектах. Есть еще две таких идеи. Агучим першыню. Билет у юнацтва и билет у дяттинства. Это так само будут два проекта, которые объединяют наши неколькие музеи по накерунках. Для их так само будут распространены особые программы с призовым фондом. Это уже будет целиком наш проект. Белорусский. У меня возник вопрос. Может быть, в будущем когда-нибудь вы будете сотрудничать с какими-то... Я понимаю, что уже сотрудничество ведется с другими музеями в других странах. Может быть, запланируете в один день или в какой-то в один промежуток времени сделать проект глобальный? Трансграничный. Трансграничный, да. Чтобы, например, и в Москве, и в Белоруссии, и по всем городам, где есть музеи... Дякую. Мы об этом не додумались. Дякую. Трансграничный проект. Мы подумаем. Дякую. То есть мысли такой пока у вас не возникало, да? Ну, ось, дякую вам, чтобы... Уже есть. Уже есть. Я три дни тому была у Друскененкае, и там была тема «Трансграничные проекты». Так само между музеями, у тем лику приватными. Вот эта ваша идея, она как раз... Еще я хотела поинтересоваться у Олега. Олег, скажите, пожалуйста, ваша компания принимает участие в подобных проектах впервые, или уже есть какой-то опыт проведения подобных проектов? Ну, на самом деле, музейный проект как таковой у нас тоже был как бы первенец. Мы надеемся, что получилось неплохо. Мы, опять же, надеемся на продолжение сотрудничества, потому что, в принципе, проект сам по себе очень интересный. И ГТБЛОРУСЬ участвовало в нем, потому что нам самим было... Ну, очень хотелось сделать что-то такое. Вот действительно стоящее, действительно важное для кого-то. Опять же, этот проект, он способствует, не знаю, развитию той же белорусской культуры, потому что помимо самих музеев, это же был целый комплекс интерактивных мероприятий, в которых участвовали люди. И там они могли познакомиться с культурой Беларуси разных эпох, времен, в любом обличье, и от древних каких-то ее проявлений до современного искусства, тут же стрит-арт, ну, куда уже современнее, да. Поэтому для нас это тоже такой очень богатый опыт, и на самом деле такие проекты, они даже гораздо интереснее, чем какие-то бизнес-направления. Ольга, я хотела еще поинтересоваться у вас. Возникали ли у вас ситуации во время прохождения вот этого самого лабиринта, когда вы сталкивались, например, с вашими конкурентами? Хотелось ли, я не знаю, сделать им подножку, или же, наоборот, подсмотреть ответ какой-нибудь? Так, мы, конечно, состракаемся с конкурентами, але такого же даня у нас ни разу не усникло. Ну, потому что мне здаётся, что это было настолько цикаво, что займаться вот такими некими справами невельми добрыми, напевно, это нелогично было. Все ж таки мы узельничали в проекте, для того, как мы отримали некие веды, для того, как, ну, дитя наш отримал некие веды, ну, и просто потому, что нам было вельми цикаво на самой справе. Вот, что ты по шпарте, я показывал, не цедоны сделаны, настолько якосные, ну, просто респект им, кто выконал их. Вельми цикавые пытания были, правда, я могу это сказать о гисторах, потому что я так само складываю некие пытания для детей за всё на праце. Пытания цикавые было, ну, я не ведаю. На угол, у музеев было супрационики вельми ветливые, доброзачливые, но было вельми приёмно. Великий дякуюсь им, ну, и спонсорам особо, и вы, конечно. Подсказать, вы подсказывали кому-нибудь? У нас, нет, ну, напомню, мы подсказали, если бы у нас кто-нибудь пытался, ну, до нас никто не подходит. Это были самостоятельные. Не, ну, на самой справе, конечно, не жартовали, что вось конкуренты ходить, там. Ну, а в основном, это были, как мне сдавалось, больше всего, что такие команды сябро было, чем команды семейных. Ну, я не ведаю, может, статисты каяния, какая есть на этот конт. Вот, ну, пытания на самой справе были не тяжкие, там, ну, так, молодей было шмат. Вот это время добра. Они разговляли помеж собой, я назирала, пытались, а кольки музея вы уже прошли, три там, а склада она там, склада она. Если бы вы не стали победителем в этом конкурсе, я понимаю, что, ну, вы вообще, когда принимали участие в этом проекте, вы надеялись на победу? Нет? На самом деле справа нет. То есть вы участвовали просто для того, чтобы участвовать и получить какие-то новые... Ну, Сувор указал, что бренды той генерал, той солдатой кинемаре стать генералом, конечно. А лишь все-таки у нас была основа... Ну, это у нас не было. Ну, я не поверила, когда мне сказали, что мы выиграли, отрываем перамогу, чтобы выставить. Марина, мы же прямо сразу после розыгрыша приза позвонили вот команде победительницы. А каким образом, кстати, вы приз-то разыгрывали? Абсолютно демократично. То есть лототрон, в него, да, опускались номерки команд, все это перемешивалось, и вот Юлина Романовна как раз... Да, а номер команде присваивался по мере того, как они сдавали свои паспорта, сразу учетный номер ей присваивался. И пасля уже мы вызначали, я вось уже рассказывала пераможцам, что коли крутили лототрон, их вось гэта 39-й номер, и он просто завалился сам. И все одноголосно сказали, вось гэты и выбирайте. Я достала гэта номер, потелефоновали. Да, саправду, вы одразу не поверните. Вы что, жартуете? Да, там был очень удивленный голос такой в трубке. Ну что, есть у нас еще вопросы у коллег? Скажите, пожалуйста, вось было 300 команд, так, удельничала, какая колькость команд дошла до финала? И что, может быть, например, для того, как трапить в финал, требовало, там, 8, там, я не веду... Кольки правильных отказов требовало дать, вось, как в костюм финал? Уссе, 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 отказы повинны были. Вось, пашпорт, где печатки от кожного музея дошло до финала 128. 128. 128, да. Команды дошли. Вы большие счастливчики, и 128 команд вы выиграли. Нет, 0,8%. Ничего себе. А, может быть, вы подскажете какие-нибудь секреты? Есть ли какие-то секреты? Вот, может быть, нужно пройти раньше всех вот эти все лабиринты? Или, может быть, я не знаю, читать какую-то дополнительную литературу, как-то готовиться специально? Ну, в будущем году будет проходить подобный проект. Возможно, наши зрители, наши пользователи тоже заинтересуются, захотят принять участие. Так, архтоваться можно, отрымать квиток, провести в музей так первый раз, другой раз, а третий раз уже с паспортом. Не, але мне здаецца, что, калі в усудельничество такой гульни, то требаў я ёе уключацца с перших дзён, тому што ў апошні дзён, я казала, у нас в музейной экспозиции, было, ну, прабачься як на вокзале, перад отправкой цягника, тому што ўсе бегали, адзін одного шторхали, аддвигали, тому што ўсе хателі паспець. І многі з команд, які не дашлі до фінала, гэта було тое, што ўне паспелі наведаць ўсе музей, тому што людзі долучаліся, напрыклад, ўже ў канцы листопада, і, ну, фізічна не можна было. І ў Снежній таліфановалі. Да, ў Снежній. Па гэтаму, калі, там, два з палова месяца ўнас вишла гэта гульняк, калі спачатку, спакойна, праўсті ўсе музей, тады паспееш. Добре, є ще у вас вопросы? Ну, давайте тогда расскажем про главный приз, который выиграла наша семья замечательна. Расскажите, пожалуй, Олег, расскажите. Да, кстати, я бы, наверное, предложил, вот, принять участие, вот, в выдаче таких вот сертификатов, сертификатов, да, именно представителю компании Стрески Авелия Андрею Саевичу, потому что это он был, в общем-то, инициатором, именно самой идеи поездки в Вену. Когда мы думали, чем же наградить наших победителей, вот, и мы связывались с возможными партнерами, и как раз Андрею, он и предложил, а вы знаете, есть, говорит, в Вене такой, отличный музей, даже целый квартал музейный, да. Мы такие, о, так это же как раз самое то, что нам нужно. Поэтому, да, мы, наверное, пригласим Андрея. Да, как раз. Оба, да? Да, ну, поскольку Дарьи нет. Да, вообще, это, я должен сказать, что в Вене больше 80 музеев, просто что музейный квартал пришел мне на ум первым, потому что такого количества одновременно сосредоточенных музеев, где работает один входной билет. Можно купить на каждый разный музей, можно купить сразу на такой пропуск во все, и я скажу, в принципе, Вена сама по себе. Город-музей, который можно просто гулять, посещать, и я безумно счастлив. Я сам участвовал в, как это называется? Член комиссии. Член комиссии, да. Я был свидетелем, как это происходило, и я очень счастлив, что выиграла как раз-таки та команда, которая ставила целью образование. Показать ребенку, укрепить семью. Вот это было очень приятно, очень в то же время так это, ну, вот интересный сам момент. Но то, что молодежи было очень много, но которые шли только за победой, это другой момент. Это, опять же, стимул для того, чтобы заставлять молодежь приобщаться к культуре, приобщаться к великому, к искусству. Другого способа нет. Во время, когда все в интернете, заставить людей пойти на реальную экспозицию, это большое дело. Я очень благодарен Министерству культуры и всем музеям, которые приняли, потому что люди в Европе ходят в музеи все возраста. От мала до велика. У нас, видите, немножко по-другому. У нас, когда детей насильно приводят в школьников, это да. А вот такого, чтобы пойти в выходной, прогуляться по музею, нет. И вот эти проекты, я уверен, что будут способствовать этому. Я очень рад, что вы стали победителями. Я уверен, что вам понравится ваша поездка. Держи, ты как издейный удовольствием. Держи. Это ангелия. Спасибо большое. Поездка запланирована, там открытая дата, да? Можно лететь прямо сейчас, на Новый год, попасть на Рождество, посмотреть на Рождественскую Вену. Девятого по одиннадцатого студия. Отлично. Рождественскую Вену еще увидите. И все красоты. И все красоты, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам за участие. Если у нас больше вопросов нет, нет у нас вопросов, спасибо всем, кто пришел к сегодня на нашу пресс-онлайн-конференцию. Кстати, подождите, не торопитесь. Не тороплюсь. У нас есть еще благодарность всем нашим партнерам, среди которых и тутба, естественно. Поэтому, да, я думаю, вы не откажетесь. Мы никогда не отказываемся от такого. От благодарности мы не отказываемся. От благодарности нет, мы не отказываемся. Я смогу? Я подойду к вам, потому что он будет пристегнут. Большим удовольствием. И мы очень рады, что на таком представительном информационном портале сегодня прошла наша встреча. Мы рассказали о нашем замечательном проекте. С вашей помощью о нем узнают еще очень-очень многие посетители. Спасибо вам большое. И вам спасибо за то, что вы выбрали нас в качестве партнера. Спасибо. Ну, партнеров-то у нас было много. К сожалению, не все смогли, да, сегодня прийти. И, да, я, наверное, да, вот. Может, у нас на четвертый партнер? Ну, да. А, я думаю, да. Вы здесь тоже есть как координатор от музеев. Спасибо. Потому что, на самом деле, благодаря музею Янки Купалы удавалось как-то легче контактируем с теми же остальными музеями. Они много помогали. Да, они взяли на себя такую самую главную функцию. Потому что у нас есть уже опыт. Я еще, может, только некольки сказок скажу. Справа тем, что уже третий год у нас есть свое такое подорожжа. У пошуках папараць-кветки, она называется. Наши наведывальники приходят. Ось схема такая ж. Але там у нас свои призы, свои пытанни. И поэтому у нас такой опыт есть. Могчима нам поэтому было легче займаться, координовать эту гульню. Вот, у вас уже дамы. С большим удовольствием. Мне выпала большая честь вручить вам вот эту благодарность за подпись у нашего председателя организационного комитета, заместителя министра Тадоши Ивановича Стружецкого. Огромное вам спасибо. Ваша речь, вот предыдущая, она просто тоже меня так вдохновила, что вы поставили акцент именно на образовании и на укреплении семи. Спасибо за поддержку. Так, ну я так понимаю, что из партнеров больше никто не добрался. Ну мы потом передадим отдельно, да. А, да-да-да, мы там так спрятались в самом углу. Поликрафт. Поликрафт есть. Поликрафт, спасибо вам огромное за активную социальную позицию. Тоже, да. Да, это, кстати, благодаря Поликрафту, вот, собственно говоря, у нас была возможность сделать вот такие замечательные вещи. Это надо сказать спасибо директорам нашим, надеющим. Большое желание в этом бизнесе. Всегда на урабрите, приветствуют разные спонсорские деятельности. Значит, мы с вами сябруем. Наши коллеги из Москвы, у которых мы подсмотрели этот проект, посмотрели эти паспорта и говорят, у вас лучше. Ну вот. Тюристический портал Холидейбай. Спасибо огромное. Нам тоже очень важно. Такая информационная поддержка. Спасибо. Нам было очень интересно. Да, ребята сами участвовали командой. То есть они прошли, даже все лабиринты прошли. Тяжело было? Ну, где-то да. Не просто, да? Не просто, да. Не знаю, не получили вы много. Да. 10 музеев, по 10 вопросов. Музей ВОВ, вот там вот действительно. Там экспозиция большая. Музей Галикит. Ага, и музей большой. Вопросы были такие. Спасибо. Ну, да. Все. Я думаю, что остальным партнерам. Ну, секундочку. Да. Агата Беларусь, это просто отдельный, так скажем, респект. И спасибо за то, что они нас нашли. Они к нам приходили, несколько раз приходили. И откладывались даже наши какие-то встречи. Мы делали какие-то большие такие организационные совещания, так присматривались друг к другу. Видите, как все здорово получилось. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я напомню, что в этом эфирном часу мы говорили о проекте «Музейные лабиринты». В следующем году, как говорили наши гости, проект продолжится, поэтому мы призываем вас всех участвовать в этом проекте, получать новые знания, ну и отличные призы. Напомню, что в этой студии присутствовали заместитель начальника управления и учреждения культуры народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь Светлана Николаевна Гаврилова, директор Государственного литературного музея Янки Купала Елена Романовна Лешкович и менеджер проекта «Музейный лабиринт» Олег Чумаков. Спасибо вам и благодарю также нашу замечательную семью Кирножицких, Ольгу, Николая и Константина. Спасибо и поздравляю вас еще раз. Приятного путешествия. А я, Марина Шкелёнок, прощаюсь с вами. Спасибо за то, что вы были в этом эфирном часу вместе с нами. Увидимся. До встречи. Пока.